Здравствуйте дорогие друзья, дорогие подписчики. Сегодня я хотел бы сделать такое видео. Вот у меня вакуумный мотор. Имеется этот вакуумный мотор я использую для поливки огородов, чтобы поливать огороды, деревья, помидоры. Для этих целей. Для этого что я сделал? Здесь сперва для установки мотора я установил сюда фильтр. Фильтр, вот такой фильтр у меня. Здесь имеется, вот здесь через переходники подсоединю сюда вот такой фильтр. Здесь имеется сетка. И закручиваем. От этого фильтра сетка не вытаскивается, вот здесь можно сказать, у него можно вытащить. Вот такая сетка там находится. Манжет. Вот так идет. Здесь манжет имеется, закрываем его. Вот. И здесь черный манжет идет сюда. И сюда закручивается вот такой переходник. Чтобы у нас впустить в ход мотор, нужно сюда шланг подключить и запустить воду. А чтобы отсюда вода прошла, нужно его вот так открыть, чтобы отсюда воздух выходил. И вот это тоже открутить и посмотреть, чтобы сюда вода заполнилась. Если не заполняется, можно вот этот закрыть, долить воду сюда. И закрутить его. Доливаем, закручиваем. Потом этот кран открываем. Он уже автоматически будет работать. Автоматически уже будет работать. Будет под давлением отталкивать воду. Но у этого мотора, он сам мотор мощный, хороший мотор. Но у него один небольшой минус есть. Один небольшой минус имеется. После того, как поливка все заканчивается, после огорода, на зиму я его убираю из огорода. Ставлю в подвальное помещение. А потом, когда уже весной, вытаскиваешь, когда хочешь установить, получается, что мотор перестает работать. Что нужно делать, чтобы он заработал? Мы берем сейчас, видите, вилка, розетка, включаем. Я его беру, включаю, вот, розетку. Если вы слышите небольшой звук, он не работает. В этом случае, нужно здесь вот открутить вот эти четыре винта. Раз. 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 после того как мы открутили снимаем вот эту крышечку так аккуратно снимаем аккуратно снимаем крышечку вот мы открыли оказывается у нас еще чуть-чуть здесь вода оставалась нужно полностью вылить его желательно и поставить ну у нас так получилось осталась вода что здесь происходит когда на долгое время оставляешь мотор тем более если без воды она высыхает и она клеится вот здесь когда высыхает образуется небольшой налет каменистый налет солевой налет тут соль который находится в воде она на стенках накапливается и вот этот не может крутиться здесь если видите такая это смеется который воду толкает вот она пить и тяжело крутится цепляется где-то она цепляется и в данном случае у нас не высохлана у него у нас что получилось здесь имеется немного мусора небольшие частички мусора имеется вот за это цепляется она вот сейчас видите сейчас вот еще цепляется его можно снять отсюда аккуратно и прочистить раз постараемся его снять чистить дальше еще один вариант его не открыв попробовать можно попробовать пустить вход вот здесь у нас сзади него имеется вентилятор вот можно взять включить вот пару раз туда-сюда шевелить его и включить если она будет работать то вот эта часть уже открывать не нужно если не был не получается тоже надо открыть вот эту часть вот здесь находящиеся кусочки ну там грязи или что-нибудь посмотрим откроем вот если видите ведь такие кусочки имеются здесь вот это все отломанные куски металла здесь камен истые эти много чего все это почистим включим посмотрим чтобы его сюда снять здесь имеется полоска здесь за что можно зацепить так аккуратно его так если покрутить поставить тоже будет работать но видите он где-то цепляется это ожидает помеху плохо будет работать чтобы этого не было сейчас стараемся его снять вот я его снял сейчас смотрите сюда здесь у нас имеется эти мусор вот мусор мусор вот эти части мусора они мешают чтобы этого не было я сейчас установил сюда фильтр чтобы не было этого мусора до этого который был у меня фильтр сломался там и без плохо фильтрировал плохо фильтрировал и этот видите весь засорился сейчас я полностью почищу здесь тоже самый мусор имеется вот вот этот мусор весь надо почистить и потом поставить вот слегка все это почистил почистил здесь тоже почистил сейчас посмотрим работает нет вот включу видите работает дальше нужно вот это установить чтобы это установить нужно вот эта вупреклая часть должна быть снаружи а не с внутри вот в таком положении для чего это так ставится вот здесь имеется как я сказал выемка небольшая за что можно отцеплять видите за что можно зацепить и снять если мы наоборот ее поставим то его снять уже потом будет очень тяжеловато что мы делаем берем вот здесь имеется ровная часть и здесь вот такая вот эти места совпадаем здесь еще один момент имеется между стенками и вот этой частью имеется миллиметр вот здесь состревает когда мы одеваем вот здесь вот здесь вот надели аккуратно ставим на свое место здесь еще моменты имеются такие здесь пространство есть вот эта отвертка помещается а здесь уже притык идет вот из-за этого если что-нибудь здесь застянет он же крутить не сможет будет останавливаться для этого мы и устанавливали фильтр чтобы всегда чистая вода туда попадала дальше вот сейчас я его установил она тяжело крутится почему потому что я его полностью туда толкну она касается стенки задней стенки и его крутить тяжело мотору тоже нагрузка будет она должна быть чуть-чуть выше она должна свободно крутиться вот так должна свободно крутиться это установили видите крутится сейчас включим тоже проверим вот видите свободно работает дальше это тоже установили здесь все чисто стенки не касается наверху тоже не касается свободно крутится вот в таком положении она должна быть вот в таком положении мы его сейчас наденем сюда здесь имеется резиновый манжет вот круговой находится чтобы вода не проливалась вниз ну сейчас мы возьмем вот вот сняли резиновый манжет надеваем сюда чтобы нам было удобно его одевать вот сняли резиновый манжет надеваем сюда вот все закрутили сейчас проверяем работает или нет эти работает только один минус что он касается чтобы она не касалась нужно чуть-чуть расслабить вот этой стенке стенки касаются и она может испортиться чуть-чуть расслабляем вот эти слегка расслабили мотор свободно работает осталось у нас единственный установить и проверить как он будет работать мотор тоже подключили здесь идет вот выход из бочки идет вода здесь установил тройник через тройник вот шланг идет сюда у нас как я сказал вот эту часть открываем видите уже вода начинает двигаться вода набирается вот все он полный уже уливается вода он полный все я его закрыл его нужно заполнять обязательно здесь открываем кран и уливается вода закрываем закрываем сейчас нам нужна вода под большим давлением включаем нагревается воздух воздух набрался в вакууме все он стоит сейчас я открою кран вода закрываем вода закрываем вода в вакууме воздух набирается все устанавливается воздух заканчивается он начинает убирать все уже полностью готов к поливу огороду деревьев и этот сейчас я еще установлю на постоянное место установлю и все этого мотора в том что если кран закрыт мотор останавливается если кран открыт мотор начинает работать без этого без вакуума или без другой системы если мотор просто чисто мотор установить то этот мотор все время воду гоняет хоть мы кран закроем он все равно будет понять воду у этих моторов получается кран закрываем мотор останавливается кран открываем мотор начинает работать если вам понравилось видео подписывайтесь ставьте лайк спасибо